Сочи представит на российском инвестиционном форуме 7 проектов. Это почти 5000 новых рабочих мест. Пляжи самого большого района Сочи ждет масштабная реконструкция. Это касается и прогулочных набережных, и береговой полосы. Сочинцы могут бесплатно получить консультации по налогам и аудиту. Это новый проект городского центра предпринимательства. Вторая жизнь для елки. Юнаты просят не выбрасывать новогодние деревья, а вернуть их в природу. Вина, соки, овощи, фрукты и еще десятки наименований продукции Кубань привезла на одну из крупнейших сельскохозяйственных выставок в мире. Завтра в Берлине начнет работу «Зеленая неделя». Свою продукцию там представят более 30 производителей из Краснодарского края. Многие из них уже успешно экспортируют свои товары. Например, чай, консервы, кондитерские изделия и крупы. Представят аграрии и разработки в сфере пищевой промышленности, в частности, мальтодекстрин. Вещество широко используется в современном пищепроме, продлевает срок годности продуктов, насыщает глюкозой и делает их текстуру более рыхлой. «Зеленая неделя» для Кубани – это возможность завоевать новые рынки сбыта, прокомментировал глава региона. После пятилетнего перерыва Краснодарский край принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Стенд Кубани – один из самых масштабных в общей российской экспозиции. Край представит товары самого высокого качества, отвечающие мировым стандартам экологичности и безопасности, чтобы заинтересовать немецкий бизнес и инвестировать в Кубань. Уверен, что участие в выставке позволит нашим предприятиям выйти на новые зарубежные рынки сбыта. Отмечу, что между краем и Германией налажены давние крепкие отношения. Только за прошлый год наш внешний торговый оборот превысил 206 миллионов долларов США. Посетители выставки в Германии смогут ощутить и кубанский колорит. На ярмарке выступят музыкальные коллективы из Краснодарского края. «Зеленая неделя» проходит уже в 85-й раз. Производители выставляют мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. О школьном питании говорили накануне в Краснодаре. Вице-губернатор Анна Менькова провела селекторное совещание. На встрече присутствовали министр образования края Елена Воробьева и руководитель регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина. По видеосвязи к беседе присоединились заместители глав районов по соцвопросам. В нашем регионе горячим питанием бесперебойно обеспечивают 99% школьников. Это один из самых высоких показателей по стране. Хотя не во всех учебных заведениях есть собственные пищеблоки. Туда, где кухни не предусмотрены, завтраки и обеды по договору поставляют предприниматели. Анна Менькова дала поручение тщательно контролировать работу бизнесменов, в каких условиях и из чего те готовят пищу, следить за сроками годности и качеством. Нам необходимы сегодня понятные стандарты, единые стандарты организации питания и, конечно, более жесткий контроль. Губернатор дал нам поручение усовершенствовать модель обеспечения питанием школьников. И, конечно, коллеги, эта работа не должна только ложиться на межведомственные советы по питанию и Министерство образования. Все муниципалитеты, главы и заместители глав должны этим вопросом заниматься и держать безопасность школьного питания на особом контроле. Я прошу в буквальном смысле провести инвентаризацию того, что сегодня происходит у вас в муниципальных образованиях. Анна Менькова подчеркнула, что сбалансированная пища – залог хорошего самочувствия. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают такое понятие, как здоровое питание, чтобы меню в учебных заведениях соответствовало всем стандартам. Также на совещании обсудили льготную систему питания для детей с ограниченными возможностями здоровья из многодетных и малообеспеченных семей. Сочи представит на российском инвестиционном форуме семь проектов. Он состоится 12-14 февраля. Основными темами дискуссии станут инвестиции в регионы, цифровая трансформация и человеческий капитал. Краснодарский край на форуме представит медицинский кластер, кубанскую продукцию и экспортный потенциал. В первую очередь инфраструктурные проекты в рамках развития южного экспортно-импортного хаба. Кубань – мощный транспортный узел, нагрузка на который ежегодно растет. Поэтому нужна новая транспортная и портовая инфраструктура. В этом году край представит проекты нового аэропорта Краснодара, развитие портово-индустриального парка на Таманском полуострове, модернизации порта Темрюк, а также Новороссийского морского торгового порта. Впервые регион представит проекты в сфере медицинских услуг, в частности, строительство медицинского кластера в Краснодаре. Первый объект – новый онкологический центр – уже возводится. На форуме инвесторы смогут оценить проекты больницы скорой помощи, поликлиники, перинатального центра. Отдельное внимание будет уделено презентации кубанской продукции, которая уже востребована на внешних рынках. В этом году край планирует увеличить поставки готовой продукции минимум на 20%, а общий объем экспорта довести до 2,5 миллиардов долларов. Сочи представит на форуме семь проектов. Среди них строительство бальнеологического курорта и яхтины Марины, развитие экологического туризма и размещение на курорте IT-парка. Планируется подписать пять протоколов о намерениях в сфере инвестиций на общую сумму более 74 миллиардов рублей. Это самая большая сумма инвестиций в рамках соглашений между бизнес-структурами и администрацией курорта за последние пять лет. При реализации всех проектов в Сочи будет создано более 5000 рабочих мест. Пляжи самого большого района Сочи ждет масштабная реконструкция. Это касается и прогулочных набережных и береговой полосы. Накануне глава города Алексей Копайгородский побывал в поселках Лазаревское и Лао, осмотрел территорию и пообщался с местными жителями. Снос незаконных построек – часть масштабной реконструкции центральной набережной Лао. Это позволит расширить прогулочную зону, благоустроить ее и сделать более комфортной. Но главная задача сейчас – восстановить пляж. Центральный пляж Лао с прошлого лета закрыт из-за значительного сужения береговой линии. Несмотря на то, что гальку отсыпают каждый год, она здесь не задерживается, ее смывает в море. Этот процесс, по мнению специалистов, в перспективе будет все интенсивнее. Неоднократно центральная набережная Лао подвергалась разрушительному разгулу стихии. На восстановление уходили миллионы, но ситуация регулярно повторялась. Алексей Копайгородский, общаясь с местными жителями, заявил, что полумеры не помогают, нужно найти способы защиты. Мы специально сюда приехали, чтобы своими глазами видеть, потому что заявлений и просьб от жителей поступает много. Почему он был большой в то время, а сейчас маленький, для этого нужны будут научные специалисты, которые в этой части могут разобраться. Должны быть серьезные организации, которые выйдут сюда, обследуют, посмотрят, историческую хронику всю поднимут и уже примут решение, как мы это будем делать. В ближайшее время к работе приступят сотрудники профильного научно-исследовательского института. Масштабные изменения ждут и пляжи поселка Лазаревское. Сейчас проекты находятся в стадии разработки, но уже известно, что центральная набережная может стать единой на протяжении всей береговой полосы поселка. В ближайшее время будет полная реконструкция набережной, замена тротуарной плитки, замена балясин, установки малых архитектурных форм, лавочек, скамеек, светильников и так далее. Значит, у нас проект соединение набережной от улицы Колораж до пляжа Дельфина, это уже конец поселка Лазаревской. Мы его разбили поэтапно. Заявлено, что подробности проекта будут представлены в марте. Далее пройдут общественные слушания. И в случае одобрения жителями реализация может начаться в октябре следующего года, по окончании летнего сезона. Галина Моисеева, телекомпания «ХКТ». Сотрудники Сочинской ГАИ вышли на дороги, чтобы проверить детские кресла. В прошлом году из-за отсутствия специальных удерживающих устройств в ДТП пострадали три ребенка. Ребенок – главный пассажир. Такую наклейку инспекторы выдают всем водителям и предлагают не только разместить ее на стекле, но и четко следовать этому правилу. До 7 лет дети перевозятся в специальном детском удерживающем устройстве в кресле. С 7 до 12 лет дети перевозятся при использовании специальных детских удерживающих устройств. С 12 лет при применении штатных ремней безопасности автомобиля. Детское кресло мы можем устанавливать на переднее сидение. Родителям надо будет уделить внимание чуть-чуть автомобилю. Есть специальные кнопки, которые отключают подушки безопасности. Во избежание каких-то последствий при срабатывании придет это право. За перевозку детей до 7 лет без детского кресла придется заплатить штраф в 3000 рублей. Это касается и таксистов, которые перевозят несовершеннолетних клиентов. Необходимо, конечно, приобретать эти устройства, устанавливать их и перевозить детей только в специальных удерживающих устройствах, потому что тяжесть последствий снижается в разы. То есть, если ребенок, например, перевозящийся в кресле набьет шишку, а в отсутствие этого кресла были случаи, что даже, возможно, с заднего сидения перелетали попереднее. Уважаемые жители и гости курорта города Сочи, госавтоинспекция Сочи обращается к вам. Приобретите, у кого нет специально удерживающие детские устройства, перевозите своих детей только в специальных удерживающих устройствах. Обезопасьте себя и своего ребенка. С начала года сочинскими госавтоинспекторами выявлено почти 130 случаев, когда ребенка перевозили в машине с нарушениями. Все водители оштрафованы. В Сочи поезд насмерть сбил человека. ЧП произошло накануне на перегоне Лао-де-Гамыс. Машинист пассажирского поезда заметил перебегающего через пути человека, посигналил и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшего установлена. Им оказался 45-летний уроженец Ставропольского края. В ближайшие сутки в горах Сочи выше полутора тысяч метров слабая лавинная опасность. Чтобы отдых запомнился не больницей, а именно катанием. Сочинские спасатели напомнили лыжникам правила безопасности в горах. Первое, что нужно сделать, это правильно подобрать снаряжение. Оборудование должно соответствовать уровню катания. Необходимо подобрать длину и жесткость лыж. Начинающим нужны более мягкие. Обязательно наличие защитного шлема. На руках должны быть перчатки, даже если на улице солнечно. Независимо от погоды, обязательны также очки или лыжная маска. Ожог сетчатки можно получить и в пасмурную погоду. Количество ультрафиолета в горах очень высокое. В рюкзаке лыжника должна быть минимальная аптечка, бинт или капластырь. На случай, если вы натерли ногу или порезались о кант. Перед выездом на трассы стоит убедиться, что телефон заряженный. В нем есть номер спасательной службы горнолыжного курорта. Эти номера написаны на всех вагончиках, подъемниках и скипасах. Также спасатели рекомендуют трезво оценивать свои силы и уровень катания. Все трассы на курортах промаркированы. Границы понятные и лучше за них не выезжать. Ведь именно катаясь по трассе, вы можете рассчитывать на своевременное оказание помощи. Спасательные службы в первую очередь работают с людьми, получившими травму на трассе. По статистике, чаще всего падают и травмируются горнолыжники во второй половине дня, потому что уже устали, да и трассы разбиты. Также травму часто получают подвыпившие райдеры. Если вы все-таки собираетесь кататься вне трасс, то на курортах обычно есть специально отведенные безопасные места для такого катания. В ином случае вы являетесь так называемым черным фрирайдером, который нарушает правила курорта. Фрирайд накладывает опечаток на экипировку. Это как минимум лавинный датчик и как максимум рюкзак с системой антилавина, в котором находится баллон со сжатым воздухом. При попадании в лавину он приводится в действие, надувается большой воздушный пузырь, что не дает человеку попасть под снег, пока его тащит лавина. И самое главное, напоминают сотрудники МЧС, кататься лучше в группе, а не в одиночку. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok В Сочи свой 94-й день рождения отметил экс-руководитель пожарной охраны Кубани, участник Великой Отечественной Иван Сущенко. В гости к нему с поздравлениями и цветами заглянули не только родные и друзья, но и действующие спасатели края. Уважаемый Иван Степанович, разрешите вас поздравить с днем рождения. Здорово, что вы пришли ко мне, да, весь народ. Ивана Степановича лично поздравил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Родился Иван Сущенко в Акмолинской области. В 43-м году в 17 лет он, будучи артиллеристом-зенитчиком, командиром отделения принял первое боевое крещение, отражая налеты врага на Харьков. После чего боевой путь проходил через Полтаву, Решетиловку, Миргород, Кременчук. В пожарную охрану Краснодара техник-лейтенант Иван Сущенко поступил по окончанию Харьковского пожарно-технического училища в 52-м году. Ну а после обучения в высшей школе МВД возглавлял краевое управление пожарной охраны. Под его руководством построено и реконструировано 129 пожарных депо, созданы 22 опорных пункта тушения крупных пожаров, огневая полоса для психологической подготовки, тренировочный полигон в Абинском районе по тушению резервуаров с нефтью. В целях пропаганды пожарной безопасности созданы три пожарно-технические выставки. Краснодарская краевая и две детские во Всероссийском детском центре Орленок и Ванапе. Краснодарская дважды занимала первое место в стране и до сих пор входит в тройку лучших в системе МЧС России. Иван Степанович руководил тушением крупных пожаров на краснодарских предприятиях и высотных зданиях. Хорошо помнит пожар на газонефтяной скважине у села Киевское в Крымском районе. Когда пришло бурение и вдруг на глубине 280 метров попали на шапку высокого давления газа. Начал газ фонтанировать. За ликвидацию этого ЧП Иван Сущенко был награжден медалью за отвагу на пожаре. Кроме того, среди наград ветерана три ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, за службу России и еще 50 медалей и 142 грамоты. По его инициативе создано 17 мемориалов, аллеи славы в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. У памятника погибшим пожарным в поселке Ахтырске зажжен вечный огонь. Сегодня ветерану приятно, что его не забыли. И даже современные руководители ставят его себе в пример. У нас существует ветеранская организация, это передача опыта, прежде всего это работа с молодежью. Собственно говоря, и самое главное, это семейные традиции, потому что все пожарные, вся система, в целом МЧС России, это одна большая семья, которая передает свои традиции подрастающему поколению. Обучаем детей, воспитываем. Но на данном примере здесь можно целую поэму написать. По мнению сотрудников МЧС, такие встречи с ветеранами службы очень важны, особенно для подрастающего поколения. Даже на заслуженном отдыхе Иван Сущенко продолжает активно работать с личным составом подразделений, детьми и молодежью. И даже пишет книгу воспоминаний. Галина Моисеева, телекомпания «Ивкаты». Цитрус поможет сочинским предпринимателям. Центр трудоустройства и предпринимательства запустил новый социальный проект «Налоговая консультация». С трудностями в налоговой системе предприниматели сталкиваются часто и порой отследить изменения в законодательстве вовремя не могут и бухгалтеры. Помочь в решении этих вопросов может только специалист, но такие консультации часто платные. Новый социальный проект от Центра предпринимательства «Цитрус» позволит бизнесменам бесплатно, а главное, быстро получить ответы на сложные финансовые вопросы. Этот вопрос возникает постоянно. К нам сколько людей приходит, у нас в сообществе более 3000 человек, практически каждый второй говорит, да, мне это надо, дайте мне эту консультацию. Каждая ситуация на консультации разбирается индивидуально. Здесь не обучают всем налоговым тонкостям, а рассказывают основные моменты, как правильно платить налоги и как, если можно, сэкономить. Консультации проводит опытный специалист. Люди, которые на старте в бизнесе, либо уже практикующие предприниматели, сталкиваются с тем, что нет четких ответов на их вопросы. А бывает, что ответы некорректные и неверные, что ведет именно по ложным путям. Я практик 13 лет в этой сфере и знаю, ежедневно проводя консультации, не только оффлайн, но и онлайн, понимаю эту проблему, эту боль. А в Сочи это особо остро стоит. Первыми консультацию получили предприниматели, тесно взаимодействующие с городской молодежной общественной организацией «Цитрос». Александр Бруславский, например, выступает в роли наставников для начинающих бизнесменов. Полученная информация пригодится не только ему самому, но и будет полезна для слушателей его мастер-классов. Это очень важный вопрос для предпринимателей. Все это, естественно, законодательно регламентировано. И почему бы не воспользоваться теми моментами, когда можно обратиться к специалисту в широком профиле и понять нюансы налогообложения. Налоговая консультация будет проводиться раз в неделю по средам на тоннельной 16. В день могут принять 4 человека. Поэтому заявки желательно подавать заранее. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинцам предлагают подарить новогодней елке вторую жизнь. В городе второй год проводится акция «Елка в переработку». Ее организатор – эколого-биологический центр города. Какое полезное применение здесь нашли хвойным растениям, расскажем далее. Вот так чаще всего заканчивают свою короткую жизнь новогодние деревья. С контейнерных площадок они попадают прямиком на свалку. Но каждой из елок можно подарить вторую жизнь. Нужно просто принести праздничное дерево в эколого-биологический центр. Здесь о хвойных растениях позаботятся школьники. Елки просто так пропадают. Это же ведь все-таки не мусор обычный. Это вторичное сырье, которое может пригодиться ради того же утепления вольеров. И может быть делание разных поделок. Из еловых лап школьники сегодня делали утеплитель для вольеров. Домики уже укрыли пленкой, теперь и природным материалом. С такой отделкой животным не страшны никакие холода. В этих вольерах живут кролики, свинки, куры, крысы. И мы для них утепляем дом. Акцию «Елка в переработку» экологический центр проводит во второй раз. В прошлом году сочинцы сюда принесли около полусотни новогодних деревьев. Активны жители и в этом году. Елки, которые были выращены, которые росли в течение 10 лет и были использованы в течение двух недель, конечно, жалко выбрасывать. Мы как образовательная организация хотим все-таки нести в массы эту информацию о том, что большая часть того, что мы выбрасываем, это может рассматриваться не как мусор, а как ресурс. А в саду эколого-биологического центра еловыми ветками утеплили и цитрусовые деревья, которые прячутся от холодов вот в таких домиках. В дело пойдут и стволы новогодних елок. Их на специальном оборудовании переработают в щепку. Ее используют на территории экоцентра. В саду ею присыпят землю около деревьев и вдоль грядок. Хвойные деревья в эколого-биологическом центре на Альпийской 5 будут принимать до 20 января. Вообще в России практика утилизации елок пока не сильно распространена. А вот за рубежом из отслуживших свой срок новогодних деревьев делают бумагу, топливо, мебель и даже мыло и лекарства. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники сделают первые шаги в науку в конце января. В городе состоится традиционная научно-практическая конференция. Ее участники это дети дошкольного возраста, ученики начальных классов и подростки 11-18 лет. Их научные руководители и родители. На заочный этап были представлены 574 работы. Для защиты в очном этапе отобрано более 450. Их будут защищать юные исследователи из 73 образовательных организаций города. Направление 4. Естественно, научная, социально-экономическая, гуманитарная и техническая. Оценивают детские работы лучшие педагоги, преподаватели вузов, ученые. Итоги конференции будут подведены 25 января. Тогда же наградят победителей в каждой из секций. Более 80 сочинских спортсменов принимают участие в отборе на Всероссийский фестиваль по плаванию. В детско-юношеской спортшколе номер 2 стартовали городские соревнования. В турнире принимают участие мальчики 13-14 лет и девочки 11-12. Веселый дельфин – это три дистанции по сумме трех дистанций. 800 метров полный стиль, 200 – комплекс. И 100 метров основным способом будут ребята представлять на этих соревнованиях. В дальнейшем это будет в марте месяце на краевых. И финал этих соревнований уже будет в Санкт-Петербурге. Краевой этап соревнований пройдет в Кропоткине в феврале. Сочинцы выступают на нем ежегодно и становятся победителями и призерами турнира. По итогам соревнований сформируют краевую сборную. Она в апреле выступит на Всероссийском фестивале «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге. Победители соревнований в Сочи определят по сумме баллов на трех дистанциях. Из Сочи на краевой этап отправятся три лучших девочки и столько же мальчиков. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.